Добрый вечер. О событиях в стране и мире к этому часу расскажу вам я, Сергей Гергель и мои коллеги из информационной службы канала Хабар 24. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. Президент Казахстана принял верительные грамоты у новых послов России, Узбекистана, Туркменистана и Италии. Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что деятельность глав дипредставительств придаст новый импульс развитию взаимовыгодных отношений. За церемонии следили наши корреспонденты. Недавно назначенных послов России, Узбекистана, Туркменистана и Италии в аккорде встречает рота почетного караула. Затем и сам президент. Дипломаты вручили верительные грамоты. После чего Нурсултан Назарбаев отметил достижения во взаимоотношениях Казахстана с каждым из государств. Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей, служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества. Я высоко оцениваю добрые личные отношения к президентам России Владимиру Владимировичу Путину. С республикой Узбекистан нас связывают тесные многовековые узы дружбы, культурная общность и традиции. Огромный вклад в дело дальнейшее укрепление казахстанско-узбекских отношений вносит уважаемый президент Узбекистана Шавхат Мирамонович Мирзиоев. Сегодня Казахстан и Туркменистан – это братские государства Центральной Азии, которых связывают добрососедские отношения. Государственный визит Гурбан-Кулумберда Мухаммедова в Астану в апреле 2017 года, мой рабочий визит в Шавхат в сентябре прошлого года, открыли новый этап в истории наших безгосударственных отношений по всем направлениям. Италия – один из основных стратегических партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Италия входит в первую тройку торговых партнеров Казахстана, и по этому показателю занимает первое место среди стран ЕС около 10 миллиардов долларов товарооборот. Нурсултан Назарбаев отметил деятельность Казахстана в качестве непостоянного члена Совбеза ООН и инициативы страны по поддержанию глобальной безопасности, особо отметив роль астанинского процесса в урегулировании конфликта в Сирии. Президент заявил о значимости совместной работы международных и региональных организаций, а также остановился на результатах социально-экономического развития страны и ее инвестиционной привлекательности. Уже после встречи в мраморном зале каждый из послов рассказал журналистам о том, с чего планируют начать работу на столь ответственном посту. Повестка дня нашего сотрудничества неисчерпаема. Это и совместная защита наших рубежей от общих угроз безопасности и развития интеграции в рамках Еврозес, инициатором создания которой является Нурсултан Абишевич. И двустороннее сотрудничество в области экономики, торговли, инвестиций, научно-технического сотрудничества. В качестве посла мною будут приложены все усилия для дальнейшего углубления нашего двухстороннего сотрудничества по всем направлениям. Это включает не только торгово-экономические вопросы, а также налаживание и укрепление связей на межпарламентском уровне, развитие регионального сотрудничества, в транспортных вопросах, по культурно-гуманитарной части. Как вы знаете, в этом году у нас намечено проведение более двухсот мероприятий в рамках года Узбекистана в Казахстане. Туркменистан и Казахстан друг к другу всегда поддерживали и поддержали. Особенно надо отметить международные инициативы президента Туркменистана по энергобедопасности, по устойчивому развитию транспортно-транзитных коридоров, были поддержаны со стороны правительства Казахстана. И Туркменистан всегда вместе с Казахстаном выступает важной инициативой по устойчивому развитию селем в регионах и в мире. Поскольку Италия является членом Организации экономического сотрудничества, мы будем рады налаживать отношения с Казахстаном в области демократии, прав человека, обеспечения транспарентности. Что касается туризма, я хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить казахстанцев посетить нашу страну. Со своей стороны мы хотим обеспечить прямые рейсы между Казахстаном и Италией. Я думаю, что казахстанские власти в этом помогут. Во время церемонии Нурсултан Азарбаев отметил, внешняя политика в стране была и остается миролюбивой и основанной на принципах доверия, а также выразил уверенность в том, что работа послов выведет межгосударственные отношения на новый уровень. Вручение верительных грамот президенту означает официальное начало работы представителей иностранных государств в Казахстане. Иван Тулинов, Жандос Бетабаров. При поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан. Хабар-24. Астана. О развитии казахстанского кино говорили сегодня в Аккорде. Глава государства встретился с народным артистом Досханом Жолжаксыновым. Президент отметил, что он один из ярких представителей отечественной культуры, долгие годы руководил театром для детей и юношества. Также Нурсултан Азарбаев подчеркнул значение кинематографа и его место в современной культуре. По словам президента, кино стало одним из основных способов выражения национального самосознания и культуры. В свою очередь, Досхан Жолжаксынов поблагодарил Нурсултана Азарбаева за внимание казахстанскому кинематографу. Артист напомнил о полнометражных картинах, таких как «Кочевники», «Жао-Журек-Мэн-Бала», «Алмазный меч», «Бержан-Сал» и «Кунан-Бай», в которых были показаны история и характер казахского народа. Вы являетесь одним из ярких представителей отечественной культуры, народным артистом Казахстана. Долгие годы были руководителем театра для детей и юношества. За годы своей работы вы внесли большой вклад в развитие культуры и духовной модернизации казахстанского общества. Кино уже стало одним из основных способов выражения национального самосознания и национальной культуры. Поэтому я пригласил вас, чтобы обсудить необходимые вопросы дальнейшего развития казахстанского кино. Благодаря вашей всесторонней поддержке современная киноиндустрия вышла на новый уровень своего развития. Несмотря на трудности, мы сняли «Кочевников» и показали всему миру историю нашего народа. Потом были «Жау-Жирек-Мын-Бала» и «Алмазный меч», а также мои фильмы «Биржан-Сал» и «Кунан-Бай» и многие другие картины. С фильмом «Кунан-Бай» мы посетили все области Казахстана. Посредством кино, показывая исторические события и характер казахского народа, мы попытались донести до сознания людей основные идеи духовной модернизации. Поправки в республиканский бюджет на 2018-2020 годы для реализации пяти социальных инициатив президента сегодня принял в работу Мажелис. Речь идет о выделении примерно 25 миллиардов тенге на финансирование образовательных грантов, строительство общежитий и микрокредитование бизнеса. А главным вопросом пленарного заседания сегодня стал законопроект о валютном регулировании. Депутаты одобрили его в первом чтении. Теперь на законодательном уровне Национальному банку предоставляются беспрецедентные полномочия, прежде всего касающиеся усиления его надзорной функции. Помимо этого, предлагается обязывать иностранные компании, работающие в Казахстане, рассчитываться и проводить операции только в национальной валюте. Законопроект важен для граждан, бизнеса и особенно для тех, кто занимается экспортом и импортом продукции. Его обсуждение длилось несколько часов и вызвало множество вопросов у депутатов. Выступая на открытии сессии парламента в сентябре 2017 года, глава государства отметил, что Национальный банк должен работать в превентивном режиме. Для этого данным законопроектом предусматриваются нормы по усилению надзорного мандата Национального банка, которое сегодня широко обсуждается и участниками финансового рынка, в том числе наделение Национального банка правом дачи мотивированного суждения, которое беспрецедентно, а я бы сказал безгранично, расширяет инструментарий надзорного воздействия Национального банка. Мы поддерживаем эти нормы. Вместе с тем, поясните, пожалуйста, теперь, когда вы будете обладать всем этим мощнейшим инструментом надзорного воздействия, обеспечите ли вы устойчивость финансового рынка страны? К сожалению, очевидно, что, конечно, кризисные явления на рынке, они возможны. Они будут зависеть не только от деятельности самих банков, это может зависеть от среды, это может зависеть от экономической ситуации в целом в экономике, но с точки зрения именно действий самого менеджмента, которые приводят к ухудшению ситуации в банке, я думаю, эти поправки минимизируют все эти риски. И сегодня же глава Нацбанка прокомментировал ситуацию с курсом Тенгеда. Ниаракишев отметил, что у Тенге есть зависимость от рубля, потому что Россия – один из основных торговых партнеров Казахстана, но привязки к нему нет. Курс национальной валюты, по словам главы финрегулятора, зависит от внешних и внутренних факторов. Макроэкономические показатели Казахстана являются стабильными, цена на нефть достигает 70 долларов за баррель, темпы экономического роста остаются высокими, ситуация в платежном балансе улучшается, а инфляция находится в пределах целевого коридора. При стабильности на мировых сырьевых рынках риски для экономики Казахстана оцениваются как несущественные. Тенге может также рефлектировать, то есть в ответ колебаться на эти изменения. То есть это может быть, но я отмечу, что это может быть движение как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления обменного курса. Поэтому я еще раз обращаюсь и о чем много раз говорил, что вот в условиях такой нестабильной динамики по обменным курсам, когда это вот так происходит, мы всегда предупреждаем и наши граждане, и наши компании о том, что сиюминутные решения, которые могут быть приняты сейчас на основании этих двух дней, в перспективе могут привести к убыткам этих компаний и предприятий. Обвалившийся с начала недели российский рынок акций по итогам вечерних торгов во вторник отыграл более трети своего падения. После того, как паника на фондовом рынке ослабла, инвесторы и аналитики попытались понять, что ждет российский рынок дальше. Объективные показатели устойчивости российской экономики в норме, и это обнадеживает экспертов. С другой стороны, они готовятся к возможным новым санкциям в отношении теперь уже российского госдолга. Подробнее в материале Дана Нуржан. Обвал на фондовом рынке и падение рубля в России объясняют панической распродажи и эмоциональными последствиями от санкций. Рубль продолжает реагировать на обострение внешнеполитического конфликта западных стран с Россией, на ситуацию вокруг Сирии, на новый пакет санкций США и угрозу их распространения на операции с российским госдолгом. Мы в связи с новым пакетом санкций США с озвученным законопроектом не меняем свой базовый прогноз по валютной паре доллар-рубль. Мы по-прежнему ожидаем к концу 2018 года по паре доллар-рубль уровня 57,3, то есть не меняем его в сторону повышения и считаем, что текущие распродажи это краткосрочная паника. По ценным бумагам, не попавших под санкции компаний, аналитики пока прогнозируют быстрое восстановление. Не ухудшаются фундаментальные показатели, не ухудшаются макроэкономические показатели, допустим, инфляция в России, темпы экономического роста, спрос населения и так далее. Нет причин для того, чтобы стоимость акций была в долгосрочной перспективе понижена. Я думаю, что просто они вернутся к своему долгосрочному растущему тренду. Тем не менее, эксперты подчеркивают, из-за нестабильной геополитической ситуации и возможных новых антироссийских мер прогнозы могут сильно измениться. Один из возможных сценариев – если страны еврозоны присоединятся к санкциям США, это также негативно отразится на российском долговом рынке и курсе рубля. На фоне резкого падения рубля после сильных ударов по рынку многие эксперты сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе валютные качели могут продолжиться. Дана Нужан, Александр Любителев, Россия, Хабар, 24. И еще о событиях в мире. В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. По всей стране работают больше 5000 избирательных участков. Еще десятки организованы за рубежом. Правом голоса обладают свыше 5 миллионов человек. За пост главы государства борются 8 кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев, которого эксперты называют фаворитом гонки. Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он дважды переизбирался главой государства в 2008 и в 2013 годах. Добавлю, президентские выборы проходят на 7 месяцев раньше срока. Решение о переносе голосования приняли с целью избежать совпадения выборов с другими крупными мероприятиями, запланированными на вторую половину 2018 года. Число погибших в результате крушения военного самолета в Алжире увеличилось до 257 человек. Об этом сообщает Reuters. По предварительным данным, среди погибших гражданских нет. Воздушное судно рухнуло неподалеку от аэродрома в городе Блида и загорелось. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета. На месте работают 14 пожарных расчетов, порядка 30 машин скорой помощи и 300 спасателей. Министерство обороны Алжира создана комиссия по расследованию обстоятельств крушения военного самолета. И возвращаемся к событиям в нашей стране. Весеннее половодие благополучно миновало южные границы Павлодарской области. Основной удар водной стихии прошел мимо сел Карааши, Тиндык и Жанажол в Баянаульском районе, которые каждую весну оказываются потопленными. В этот раз населенные пункты спасли возведенные инженерно-коммуникационные сооружения. О том, как проходит поводок в потенциально опасном районе области, расскажет Ербул Абишев. Населенные пункты Садпаевского сельского округа расположены вблизи границы с Карагандинской областью. За теми дальними горами сосредоточено крупное водохранилище. Именно оттуда ежегодно приходит большая вода. Село Карааши принимает удар стихии первым. В 500 метрах отсюда протекает речка Ашесу. Весной она выходит из берегов и поток талой воды высотой до 2 метров угрожает населенным пунктам. Чтобы сдержать стихию, в 2017 году здесь построили три волнореза и прорыли водоотводы. Это позволило зарегулировать воду и направить ее на лиманные участки. В весенней половоде, даже несмотря на достаточную противопаводку и защиту, село Карааши встречает во всеоружии. К началу паводка мы подготовили более 2000 тонн инертного материала. Рассредоточили его на трех наиболее опасных участках. В достаточном количестве имеется мешкатара. Техника тоже готова к работе в любой момент. Ведем круглосуточное дежурство. Прошлой весной ситуация здесь была сложной. Проливной дождь залил улицы сразу пяти сел. Вода вплотную подошла к жилым домам. От удара стихии был разрушен мост вблизи села Жаножол. Это так называемый переливной участок автодороги районного значения. Каждый год его размывало талыми водами, отрезая жителей села Жаножол от города Экибастуз. В прошлом году из областного бюджета сюда выделили более 80 миллионов тенге. Участок построили в монолитном бетонном исполнении. Уже пятый день здесь переливают талые воды. Именно отсюда река Ашесу набирает свою силу. Особенность данного проекта здесь. Железобетонное покрытие шириной полотно 10 метров, а проезд сейчас 6 метров. Толщина дороги 17 сантиметров. Даже во время паводки, как вы видите, здесь передвижение безопасно. Каждую весну эта река превращается в грозную стихию. Ее протяженность почти 160 километров. Протекает Ашесу по горным склонам до Майского района. Ее русло пересекает автодорога Павлодар-Баянау. Два года назад здесь размыло большой участок дороги. Потоки талой воды хлынули со склон гор. Вода пребывала на протяжении месяца. Было нарушено дорожное сообщение. Сегодня, как видите, этот участок уже не представляет серьезной опасности. Реку Ашесу наконец-то удалось усмирить. Нынешний паводок в Баянаульском районе прошел без последствий. Сейчас внимание властей приковано к пойме Иртыша. Уровень воды в реке поднимается каждый день. В потенциально опасной зоне подтопления находятся села Кинжиколь и Мичурино. Ирбулабишев, Самат Аспанов, Алексей Аминецкий. Из Павлодарской области. Хабар, 24. 13 миллионов тенге перечислили профсоюзы работников образования Восточного Казахстана в благотворительный фонд помощи пострадавшим от паводков. Кроме того, в регионе продолжают собирать гуманитарную помощь. Неравнодушные к беде работники детских садов и школ Уланского района отправили в Зряновский район мешки с одеждой, теплыми одеялами, продуктами питания и предметами гигиены. Еще две партии последуют в Глубокая и Шимонайху. Все школы, все организации образования Уланского района откликнулись. Я хотел бы подчеркнуть, что здесь решение принимают совместные директора, плюс правкомы этих организаций, и детские сады, и Дом творчества, и все дюша, и так далее, и так далее. Сегодня школа украинская дает автобус, чтобы мы съездили в Зряновск. Поэтому такое благое дело укрепляет единство. Укреплять сотрудничество НПО и госорганов решения проблем людей с ограниченными возможностями намерены в партии Нур-Отан. Об этом первый заместитель председателя партии Маулин Ашимбаев сообщил в ходе визита в реабилитационные центры для особенных детей. По его словам, в республике проживают больше 600 тысяч людей с особыми потребностями. Из них около 70 тысяч несовершеннолетних. Чтобы создать для них максимум условий, в партии планируют несколько изменить действующий проект «Будущее без барьеров». Акцент будет сделан на развитии инклюзивного образования, устранении сложностей при трудоустройстве людей с ограниченными возможностями, а также развитии городской инфраструктуры под их нужды. Сегодня в Казахстане есть большое количество неправительственных организаций, которые сами активно работают в этом направлении, которые привлекают какие-то средства, оказывают помощь детям, создают реабилитационный центр, как вот этот прекрасный центр. Я думаю, что действительно задача нашей партии – помогать такого рода неправительственным организациям, помогать в реализации их проектов, оказывать помощь в нахождении спонсоров, каких-то людей, которые хотели бы финансовую поддержку оказать, развитость государства, как я отметил, измеряется, прежде всего, отношением к такого рода людям с ограниченными возможностями. Эфир продолжит новости спорта. Я передаю слово моей коллеге Жанаре Дулатовой. Спасибо, Сергей. Тренер Барселоны Эрнесто Вальверде попросил прощения у болельщиков команды за сенсационное поражение от Ромы. Сообщение опубликовано на официальном сайте клуба в Твиттере. Напомню, этой ночью римляне отыгрались, разгромили каталонцев и вырвались в полуфинал Лиги Чемпионов. Игра завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев поля. На шестой минуте счет открыл Эдин Джеков. Второй мяч в пенальте забил Даниэле Дероси, автор третьего гола Костас Маналас. Так, игроки Ромы продолжат борьбу за желанный кубок, а вот каталонцы завершили состязание в этом сезоне. Мы так и не справились с прессингом Ромы. Они подбирали все отскоки, забивали в нужное время. Это был плохой день для нас. Соперники очень здорово сыграли, а мы нет. После таких поражений всегда задумываешься о том, каким был план на игру и как он был реализован. Еще одним полуфиналистом Лиги Чемпионов стал Ливерпуль. Футболисты этого клуба в ответном поединке обыграли Манчестер Сити. Результат игры 2-1 в пользу красных. Голы на свой счет записали Габриэл Жезус, Мохаммед Салах и Роберто Фермино. Мы полностью заслужили место в полуфинале. Мы забили пять голов в Сити, а пропустили только один. Обычно такое просто невозможно. Во втором тайме нам нужно было играть компактнее, лучше действовать на подборе и показывать более качественный футбол. И нам это удалось. И вот последние решающие матчи за место в полуфинале Лиги Чемпионов состоятся сегодня ночью. Севилья в ответном поединке испытает свои силы против Баварии, а Реал Мадрид встретится с Ювентусом. Игры стартуют в 00.45 по столичному времени. Накануне встреч главные тренеры клубов поделились ожиданиями от предстоящих противостояний, но прогнозы, как показывают нам результаты последних игр, вполне могут оказаться ошибочными. Сегодня мы узнаем, сможет ли Ювентус повторить сенсационный камбэк Рома. Для нас ничего не изменилось. Мы понимаем, что это другой матч. В первой игре случилось то, что случилось. Тогда мы хорошо сыграли. Но судьба противостояния решится на поле. А нам лишь нужно показать хорошую игру. Мы должны уважать соперника, потому что великие команды никогда не сдаются. Наша цель – отыграться с 3-0. Это неприятный результат. Если мы хотим добиться позитивного результата, нам нужно показать просто идеальный футбол против идеальной команды. Никто не ожидал, что в Турине мы пропустим уже на второй минуте. Почему бы нам самим теперь не забить быстрый гол? Нам необходимо отдать все силы. Хоккеисты Орлана одержали победу над Намадом в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею. Игра проходила в Кокшетау и завершилась победой хозяев 2-1. Первым шайбу ворота соперников забросил Евгений Гевеля. На седьмой минуте Вадим Берников увеличил отрыв Орлана. В составе столичной команды отличился Нурсултан Бельгибаев. Сейчас счет в серии 2-2. Пятый матч будет сыгран 13 апреля в Астане. Два разных матча получилось. Вчера мы натиск выдержали в первом периоде. Игру выиграли. Сегодня мы этот натиск не выдержали. Провалили первый период. Вытащить силенок уже не хватило немножко. Но много молодых ребят в команде, у которых этот первый плей-офф в жизни, скажем так. Мы пока не справляемся немножко. В принципе, все только начинается. Счет в серии 2-2. Самое интересное будет дальше. Сейчас уже, понимаете, фактор. Своё поле, чужое поле, оно сильно уже не влияет. Здесь характер, бойцовские качества. Все выходит на первый план. Благодарен нашим болельщикам за такую сумасшедшую поддержку. Ну, полный дворец. Спасибо огромное, что так переживаете и болеете за команду. Тем временем защитник казахстанского хоккейного клуба «Борыс» Роман Савченко покидает команду. Контракт со спортсменом истекает 30 апреля этого года. Напомню, 29-летний хоккеист отыграл за клуб 10 сезонов. А в этом провел 49 матчей и набрал в них 49 очков. Ранее о своем уходе сообщил и король хэт-триков Найджел Доус. Он провел в команде 7 сезонов. Из-за отсутствия контракта он и Роман Савченко не поедут со сборной Казахстана на чемпионат мира, который пройдет в Венгрии с 22 по 28 апреля. В составе также отсутствует нападающий Дастин Бойт. Сейчас место капитана команды занимает Максим Семенов. И это была последняя новость к данному часу. Следите за развитием событий вместе с командой «Хабар-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова